Дарья Вершилинка 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 в Крымской платформе и принял политическое решение присоединиться к усилиям Украины по противодействию российской оккупации Крыма и возвращению полуострова под контроль нашего государства. Режим Александра Лукашенко продолжает уничтожать свободное медиапространство в Беларуси. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. Так там отреагировали на вчерашние обыски у представителей информагентства Белопан. В последнее время силовики регулярно проводят обыски у журналистов независимых СМИ. Их материалы признают экстремистскими. Нередко это заканчивается задержаниями. В ЕС также призвали освободить всех задержанных представителей СМИ. Продолжая неутомимые попытки по уничтожению свободного медиапространства, режим Лукашенко атаковал Белопан, признал Тутбай зеркало экстремистскими и пытается отменить регистрацию Белорусской ассоциации журналистов. 33 сотрудника СМИ находятся в тюрьме. ЕС настаивает на их немедленном и безоговорочном освобождении. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что хочет выступать за Польшу. В интервью РБК она сказала, что решила остаться в этой стране и выступать за ее сборную. По словам спортсменки, это вынужденная мера. Напомню, в конце июля из-за критики белорусских спортивных чиновников Тимановскую сняли с Олимпиады и потребовали вернуться в страну. Спортсменка попросила международной защиты и получила гуманитарную визу Польши. Первый случай коронавируса обнаружили в Паралимпийской деревне в Токио, сообщает агентство Киода. Человек с положительным тестом не спортсмен. Как и в случае с Олимпийскими играми, участники должны проходить ежедневные тесты на коронавирус, носить маски и придерживаться социальной дистанции в Паралимпийской деревне. Всего организаторы уже сообщили о более чем 70 случаев COVID-19, связанных с Паралимпиадой. В основном это подрядчики и персонал. Летние Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В них примут участие атлеты из 160 стран. Украину будут представлять 143 спортсмена в 15 видах спорта. Более 120 тысяч прививок от COVID-19 сделали в Украине за прошедшие сутки. Это данные Министерства здравоохранения. Почти 63 тысячи человек получили первую дозу вакцины, полностью иммунизированы. Более 57 тысяч. Для иммунизации населения Украины работали 843 мобильные бригады, 2745 прививочных пунктов и 326 центров вакцинации. Больше всего прививок сделали в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. 30 лет, 30 шагов к украинскому языку. Под таким девизом пройдет мова-маратон, приуроченный ко Дню независимости Украины. Организовала его украинская гуманитарная платформа при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины. Начинается марафон сегодня и продлится месяц. Желающие принять участие должны зарегистрироваться на сайте. Каждый день они будут получать задания, учебные материалы, которые помогут усовершенствовать украинский язык. В программе «Вебинары. Изучение техник запоминания сложных слов. Упражнения для развития речи». Завершится мова-маратон семейным фестивалем. Грандиозную премьеру балета «Мавка» по мотивам драмы «Феерии» Лесси-Украинки «Лесная песня» готовит труппа Днепропетровского академического театра оперы и балета. Музыку к постановке еще более 80 лет назад написал композитор Михаил Скорольский. А вот хореография современная, авторская и уникальная, говорят в театре, за кулисами перед премьерой побывали наши корреспонденты. На сцене театра оперы и балета проходит генеральная репетиция «Мавки». Спектакль поставили в рекордно короткие сроки – за полтора месяца. В постановке задействована вся балетная труппа – 64 человека. Переодеваться во время спектакля нужно несколько раз. Над костюмами работали. Все лето. Часть одежды и париков еще доделывают. Это русалки. Мужчины будут в париках на сцене. Водяные, по сути. Уникальные декорации с элементами петриковской росписи и огромные полотна задников на сцене тоже изготовили в театре. В зеленых, желтых и белых оттенках. По временам года. Главную мужскую партию Лукаша исполняет Дмитрий Ситкевич. Говорит, эта роль – самая сложная в его восьмилетней балетной практике. Здесь прыгаешь, потом монолог танцуешь, потом у тебя вариации, потом у тебя опять поддержки дуют. Тяжело. Тяжело. Лесную песню Леси Украинки, по мотивам которой и поставили балет, читала только в школе, признается солистка балета Илона Байгер. Говорит, самое сложное на сцене для нее – передать эмоции и настроение главной героине. Тяжело очень эмоционально передать именно этот образ Мавки. И тяжело физически. Для меня сложная хореография. Это первый балет, основанный на сюжете произведения украинского автора на сцене театра за последние 30 лет. Мы основались на том, что хотя бы один национальный балет должен быть. Более того, мы приобщили это и к 150-летию Леси Украинки, и к Дню независимости Украины, и к новому сезону, и чтобы порадовать всех и вся. Премьера балета «Мавка» в Днепропетровском оперном театре состоится в День независимости. А уже 28 августа постановку покажут на сцене национальной оперы Украины в Киеве. Наталья Ягусок, Владимир Штенгелов, Новости Украины. Еще больше информации на сайте нашего канала. Также мы доступны в Ютубе, Фейсбуке, Инстаграме, Телеграме. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. И огромное спасибо, что смотрите Новости Украины. Новости Украины